приветствую всех кто заглянул ко мне на канал с вами елена я сегодня к вам лицом к лицу а знаете почему я вступила в новый совместный проект да да еще один новый совместный проект этот совместный проект организовала оксана левчук он называется я не только вижу а я ведь тоже не только вижу я и вышиваю и в планах на этот год я поставила себе душ до вышивать свои две работы которые у меня лежат очень давно но не было такого толчка мотивации какой-то вот потому что в основном вижу и участвую в совместных проектах в основном по вязанию но когда я увидел у девочек вступительные видео в этот совместный проект незамедлительно не написала оксане потому что время уже у нас сегодня уже седьмое воскресенье я попросилась потому что мне обязательно надо закончить эти вышивки не обязательно надо начать их вышивать я уже начинала на 5 они у лежат потому что основные мои совместные проекты с которых я участвую это совместные проекты по вязанию итак совместный проект организовала оксана левчук стартовала 1 марта продлится до конца марта девочки которые не только вяжут вышивают шьют лепят красят ну то есть занимаются рисованием раскраски по номерам чем я очень хочу тоже заняться но пока у меня вот это такая мечта мечта моя мечтатель я еще ни одного набора не приделал не приобрела потому что когда заходишь в магазин где их продают ты так смотришь на них ручки почесываешь думаешь нет потом нет потом у меня еще вот это надо закончить вот ты это надо сделать потом хотя девочки говорят что это затягивает и у меня вот соседку нужно пенсии и она рисует такие картины получаются это просто загляденье поэтому вот это вот я тоже хочу начать но сначала вышек девочки которые даже готовят они же не только вяжут но они и очень вкусные простые блюда готовят они тоже участвуют нашему цели собрать все ссылочки будут в инфобоксе вы можете пройти посмотреть потому что вы можете найти там очень нужную информацию для себя пусть и погодку по готовке да или допустим по шитью шить вот у меня не получилось хотя мы в школе шили я шила себе выпускное платье мы сшили комбинезоны коллективный такой у нас был пошив заказ на школу вот шили постельное белье вот не сложилось сестра старшая которая на два года не старше а наши вот она профессионально швея а мы вот свое время с можем купили машинку ну вот не получилось у меня и мы ее опять продали сейчас конечно же у меня тоже возникает такое желание научиться шить потому что некоторое изделие которые я вижу в них нужно добавлять ткань для этого нужно машинка я не хочу заказывать и там в ателье допустим то же самое вот платьишко я вязала кокетку вязаная нижняя часть юбочная тканевая то есть я думаю что я бы с этим справилась сама ну вот не сложилось пока не сложилось но и это тоже в моих планах это тоже мое желание и я думаю что оно исполнится очень скоро давайте теперь перейдем к моим вышитым недовышитым работам которые я хочу завершить в рамках этого совместного проекта как же это будет организовано некоторые девочки предлагают рандомом то есть кидать кубик и по нумерации уже там какой процесс выпадет тот и выполнять у меня две они вышитых работы поэтому я планирую один день в неделю отчет у нас будет 11 отчет один раз в две недели то есть полностью один день в неделю занимать вышивкой так как я не работаю и у меня пока нет огорода время еще не подошло время есть я планирую вот пока так посмотрим как нам дальше будет отсчет будет один раз две недели то есть вот эта вот неделя с 8 по 14 число это уже отчетная неделя у нас идет это уже отчетная неделя идет то есть вот в течение этой недели какой-то один день я займусь вышивкой может быть пока под какое-то видео или под вышивальный какой-то тег чтоб не было так скучно я займусь все-таки вышивкой но все наговорила кучу короче переходим к выше не до вышитым моим работам первую работу которую я хочу вам показать это вот такая работа она на рюликсовой конвей вам наверно не видно что она блестит это рюликсовая конва даже не помню каким номером нитки гамма здесь очень мало номеров 4 номера всего вот такая вот работа кстати по отчету я буду фотографировать работу до начала вышивки и после чтобы видно было места где я вышивала мне осталось совсем немного вот это вот покрывала у марии и здесь вот немножко по моему я уж по схеме не помню вышивается легко цветов мало ну вот так сейчас покажу вам схемы тем у меня вообще нам не в электронов ряде я ее распечатал вот так вот то что не зачеркнуто вот эти вот серые места это мне осталось выше верхняя часть это вот нижняя часть но здесь здесь тоже вы увидите где не зачеркнутые места не зачеркнутые места это вот здесь вот вверху немножко да вот здесь вот совсем чуть-чуть и вот здесь вот это вот нижняя часть я уже сказала нитки гамма вски у меня достаточно мне как-то не хватало сначала я начинала вышивать нитками дмс но так как мне по номерам не хватало я их перевела в гамма и у меня теперь ниточки гамма вот такая вот организация большая коробочка подушечка с иголочками как это называется поправлять ниточки поддерживать чтобы затем натяжка была хорошая здесь у меня и нитковдеватель вот такими я пользуюсь нитка одевателя и тут же ниточки вот у меня это гамма вски нитки вот голубой этикеткой а вот это вот это дмс 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 кто как называет в общем вот такая вот организация коробочка надо поскорее и закончить потому что ох я не помню даже какого года начинала я вышивать но это было очень давно еще муж и не помню наверно года четыре и точно даже нигде не отмечала начало вышивки вышивала и и участки где я вышивала закрашивала разными цветами зеленая красная здесь есть чтобы мне со мной было видно такие участки за сколько я могла выжить чуть-чуть начать до закон теперь вторая работа которая тоже девочки прям вот не могу душа у меня кровью обливается что я не притронулась к этой работе вот такая у меня есть фотография это картины домик мечты он есть в летнем варианте в осеннем варианте есть по моему в весеннем варианте но вот что точно помню это осенний вариант желтый бежевый коричневый цвета и вот летний вариант вот такая вот картина такую красоту я не до вышивала как организация это вот здесь у меня припаркованные ниточки нитки у меня здесь в основном гамовские тоже в общем фотографию готова работа я вам ставлю но это вообще вот я ее люблю безумно люблю хочу поскорее выше но вот схема вот такая вот распечатка я распечатывала в формате в программе по вышивке как же называется вот что значит давно не вышивать забывается номер канвы забирают забываются производители ниточек нельзя так надо в общем девочки вот столько цветов размер вышивки 45 на 36 сантиметров 14 цветов и вот так вот я ее распечатывала цветосимбольной схема нам не цветосимбольный очень вы поняли да вообще очень хорошо пропечатаны все все значки листочек беру я его не берегу я зачеркиваю те места которые у меня вышиты допустим здесь у меня уже все по зачет это почти вот нижнюю часть начала вышивать и опять у меня встал поэтому вот такая вот у меня организация здесь у меня все ниточки также присутствует нитка одеватель здесь и такой вот органайзер в котором у меня здесь прописаны номера ниточек и припакованы иголочки вот ведь уже все поскаталась на на всю заново делать в общем все берусь я ответственно берусь за эту работу и зато не до вышитую и буду вышивать и вам показывать что у меня получается девочки вы только меня поддержите пожалуйста потому что очень хочу очень хочу закончить эти работы вот с этими двумя работами я вступаю в этот совместный проект который называется еще раз говорю я не только вижу несмотря на то что у меня по вязанию много совместников но для вышивки я хочу найти время и поэтому вот я теперь здесь ссылочки все будут в инфобоксе у девочки пожалуйста проходите посмотрите чем все таки девочки другие занимаются помимо вязания а вам я желаю удачи всех благ самое главное берегите себя здоровья вам и до новых встреч пока